Сегодня разберемся в тонкостях подготовки грядок и земли для посадок лука, чеснока, озимых сортов. Прежде чем приступать к работе с землей, необходимо выбрать сорта луковичных для посадок. Например, в средней полосе России самые распространенные сорта следующие. Комсомолец. Это стрелкующийся, универсальный, среднеспелый сорт, средняя масса луковицы от 40 до 100 грамм. Имеет хорошую лёжкость, количество зубков от 4 до 9 штук. Следующий сорт не менее популярный новосибирский. Также относится к среднеспелому. Масса луковицы от 20 до 35 грамм. В луковице созревает от 4 до 10 зубков. Острота средняя. Многим полюбился сорт Петровский. В луковице насчитывается в среднем 6-8 зубков и примерный вес каждой доходит до 70 грамм. Сорт по сравнению с новосибирским более острый. Богатырь. Относится к стрелкующимся сортам, но зато имеет отличную урожайность. Не прихотлив к почве, подходит тем огородникам, у кого земля более скудная органическими веществами. Вес луковицы достигает 80 грамм. При хорошем уходе и плодородной земле может набрать 110 грамм веса. Хорошо себя зарекомендовал сорт Любаша и полюбился не только в южных регионах, хотя и был он выведен на Украине, но и в средней полосе России. Прижился и дает отличный урожай. Луковица имеет до 7 зубков, а вес набирает до 130 грамм. Эти характеристики привлекают многих огородников. Сорт Радар. Данный сорт устойчивый к стрелкованию. Форма луковицы плоско-круглая. Массу набирает от 150 до 300 грамм. Хорошая лёжкость. Вкус полуострый. Следующий сорт Сторон. Среднеспелый. Масса от 70 до 180 грамм. Имеет острый вкус. Округлая луковица, мякоть белая. Ценится устойчивостью к болезням и стрелкованию. Самый известный сорт Штутгартер Ризен. Может смело выращиваться как весной, так и в зиму. При правильной агротехнике и хорошей земле достигает вес от 50 до 180 грамм. Вкус острый. Имеет отличную лёжкость. Мякоть белая. Не менее известный и многими любимый Ред Барон. Округлый. Чуть сплюснутый сверху луковицы. Имеют темно-фиолетовый цвет как снаружи, так и внутри. Масса от 130 до 160 грамм. Хорошая лёжкость. Вкус полуострый. Если вы еще не нашли свой сорт, то возможно наша подборка поможет определиться и выбрать чеснок и лук. Конечно, это не все сорта. Если у вас имеется опыт с хорошими характеристиками и показателями неупомянутых луковичных, напишите их в комментариях. Это поможет другим огородникам в выборе. А мы переходим к подготовке грядок для наших луковичных. Как для чеснока, так и лука, озимых сортов. Землю мы подготавливаем идентично. Многие сталкиваются с проблемой, когда эти культуры приходится высаживать на одном и том же месте по несколько лет. Такая агротехника тянет за собой сопутствующие проблемы. Например, такие как. Первое. В земле начинают накапливаться болезни, которые поражают луковичные культуры. Это различные гнили. Фузариоз, серая гниль, ризоктаниоз и т.д. Второе. В почве скапливаются вредители. Им нет надобности уходить в другое место, если на следующий год они получают питание на этом месте. Луковая муха уйдет в спячку, а на следующий год отложит потомство и будет только рада. Не останутся в стороне и тонкопряды, а также различные виды гусеничных. И третье. Самое главное, это то, что из почвы луковичной культуры из года в год забирают определенные виды питания. Если не менять грядку или не вносить в нужном количестве необходимые элементы питания из года в год, то земля истощается и урожайность снижается. Если у вас не получается получить хороший урожай чеснока, возможно у вас кислая почва, а именно такую землю чеснок и лук не любят и снижает урожайность. Для раскисления почвы в нее можно вносить доломитовую муку. Количество внесения смотрите на упаковке, хорошо помогает пушонка, то есть известь. В среднем достаточно 300-400 грамм на 1 квадратный метр. Больную почву можно оздоровить различными методами. Это могут быть препараты, как триходермовый редет вашего хозяйства. Другие используют слабый раствор марганца, поливают землю для обеззараживания. Но не надо забывать, что когда мы пытаемся избавиться от плохих и вредных бактерий, то вредим и полезным. А еще надо разбираться, кого конкретно мы хотим ликвидировать. Другое дело, когда мы отдаем это в руки тем, кто может их подавлять. Ну, например, споры грибов триходермы. Они сами вычисляют вредные и подавляют их распространение. Триходермы в Эриде достаточно обработать 2 раза в год, весной и осенью для профилактики. В идеале грядку желательно подготовить за полтора месяца до посадок. Но такой возможности, как правило, у нас нет. Почему обязательно такой срок? А все просто. За это время мы успеваем обработать землю от вредителей, болезней, посадить сидираты и потом уже высаживать лук и чеснок. Кстати, самые хорошие предшественники для луковичных это крестоцветные. Поэтому рапс, горчица будут нашими помощниками. Ну и в заключении хотелось бы подвести итоги и более конкретно обозначить последовательность работ с грядкой для озимых сортов чеснока и лука. Если грядка новая и на ней выращивалась культура семейства не луковичных, то добавляем компост и высаживаем чеснок или лук. Сроки посадки в различных регионах могут колебаться до месяца. Но для средней полосы России это с 15 сентября до 15 октября. В случае наличия кислой, больной почвы сначала ее раскисляем. Через неделю обрабатываем триходермы в эриде. И еще через неделю вносим компост или перегной и сразу же высаживаем луковичные. Ориентируйтесь на погоду в своем регионе и не забывайте, что этим культурам необходимо укорениться. То есть важно, чтобы они пустили корешки, тогда зиму растения переживут более спокойно и весной продолжат свой рост. Если вы обеспокоены, что перо может прорасти и подмерзнуть, то имейте в виду, даже если это произойдет, культуры не пострадают. Для большей безопасности можете, конечно, замульчировать свои посадки соломой или сеном, однако не забывайте, весной после таяния снега сразу убрать мульчирующий материал, иначе он может помешать всходам молодых растений. Желаю вам хорошего урожая чеснока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео понравилось и пишите в комментариях свои советы по выращиванию этих культур.